ВЫПУСКНИКИ Выпускники вышли в интернет, чтобы попрощаться со школой. Последний звонок прошел в онлайн-формате. Благоустройство площади не отменяют. Реализацию проекта Центральной площади Красноармейска подтвердили официально. Горожане возвращаются на работу. Предприятия Красноармейска проверяют на соблюдение новых условий труда. А теперь об этом и многом другом более подробно. Вы смотрите новости Красноармейска. С вами Владимир Комаров. Здравствуйте. Последний звонок 2020 года запомнится навсегда. Он прошел в онлайн-формате. Выпускников поздравили директора школ, учителя и сотрудники администрации города. Подробности далее. Наталья Владимировна, прозвенел последний звонок, но в этом году он прозвенел онлайн. Это такое мероприятие прошло впервые. Расскажите, какое впечатление это осталось? Последний звонок – это очень значимое событие, как и для выпускников, и для учителей, и родителей. Мы, конечно же, ждали, что этот праздник состоится в обычном формате, но, к сожалению, обстоятельства подвели к тому, что последний звонок у нас прошел в режиме онлайн. Но хотелось бы сказать, что не важно, в каком формате проходит праздник, а важно, какие эмоции мы друг другу передаем и с каким ощущением от праздника остаемся. Все было достаточно трогательно. Дети подготовили сценарий. Пришли ребят поздравить и наши младшие школьники первоклашки. Не обошлось и без, конечно же, последнего звонка. Немного грустно, но я думаю, что это мероприятие останется в памяти на всю жизнь. Тем более, что такого праздника ни у кого еще не было. Они первые. Они первые. В этом году у нас 54 выпускника 9 классов и 19 выпускников 11 класса. Все выпускники 11 класса решили в этом году сдавать ЕГЭ. ЕГЭ пройдет с 29 июня по 20 июля. Уже 29 июня дети смогут сдать экзамены по трем предметам. Это география, литература, информатика. В этом году в силу известных обстоятельств будут обеспечены определенные требования к безопасности. То есть помещения, в которых будут проводиться экзамены, должны быть дезинфицированы. Детям обязательно измерят на входе температуру. Между сдающими экзаменами должна быть соблюдаться дистанция не менее полутора метров. И рассадка будет по зигзагообразной траектории. Такие меры предусмотрены Роспотребнадзором, и мы должны будем их соблюдать. Девятиклассники, а как они будут защищать свои итоговые результаты? Будут ли сдавать ЕГЭ? В этом году принято решение выпускникам 9 классов не сдавать экзамены, в том числе и обязательный экзамен по математике и русскому языку. Все выпускники 9 класса получат аттестаты, где итоговые оценки будут выставлены на основании годовых оценок. В этом году у нас два претендента на получение аттестата особого образца и медали за особые успехи в учении. Эти учащиеся также являются участниками регионального этапа Всероссийской Олимпиады школьников. Это Федорова Алена и Гаспарен Кристина. Министерство финансов и благоустройства Московской области подтвердили реализацию проекта центральной площади Красноармейска в районе бывшего стадиона «Зенит». Подробности в нашем сюжете. Александр Викторович, сейчас жители Красноармейска беспокоятся о том, как будет реализован проект благоустройства центральной площади Красноармейска. Многие говорят о том, что это неосуществимые планы, так ли это? Ну, я уверен, что большинство людей делают подобное заявление, исходя именно из того, что это по-настоящему грандиозный проект. И я не припомню, чтобы в нашем городе за последние 30 лет было что-то подобное. Потому что мы благоустраиваем площадь территории почти 2 гектара. Здесь будут плоскостные сооружения, здесь будет роскошная серебристая ель, здесь будет эстрада, здесь будет место для наших мамочек с детьми, здесь будет место для молодежи, для занятий спортом. Это проект по-настоящему масштабный, я могу привести его характеристики, они лучшие цифры, лучшие аргументы в эту пользу. 70 миллионов 369 тысяч рублей. При этом заметьте, что из бюджета городского округа всего 7 миллионов 600 тысяч. То есть остальные деньги к нам поступают из федерального и из областного бюджета. По сути, это субсидия от правительства нашей области. За что, конечно, огромная благодарность и нашему губернатору Андрею Юрьевичу, и правительству. Немало было сделано для того, чтобы эти средства привлечь. Своевременно был выполнен проект. Проект этот я бы назвал по-настоящему творческим. Потому что, ну что такое центральная площадь для нашего города? Это не просто географическая точка на карте города. Это для большинства жителей место связано с какими-то теплыми, хорошими событиями. Кто-то здесь встретил первую любовь. У кого-то другие светлые воспоминания. И, конечно же, для наших жителей это очень важное, очень знаковое место. Поэтому огромная благодарность тем людям, которые нашли время, которые проявили творчество, креативный подход. И дали предложения, которые наши проектанты вынесли в этот проект. Поэтому проект можно назвать по-настоящему народным. Я уверен, что центральная площадь, благоустройство центральной площади, не только украсит наш архитектурный облик города, но придаст нам особую атмосферу, именно нашу. Потому что в создании этого объекта принимали участие все люди. Здесь будет выражено их чувство, их отношение к городу. И я уверен, что это будет неповторимый объект. Очень большая благодарность тем людям, которые приняли в этом участие. Ну и, конечно же, то, что своевременно проект прошел экспертизу, концепция прошла в согласовании в министерстве. Все это является залогом того, что до конца будут доведены работы. И изначально планировали закончить, завершить работу в достаточно короткие сроки, до дня города. Но, к сожалению, жизнь вносит свои коррективы. Пандемия, тем не менее, это не препятствие. Это не то обстоятельство, из-за которых мы откажемся от своих планов. Задача номер один, которую ставит глава, завершить этот проект. Этот проект на контроле у области, у министра благоустройства. И то, что об этом проекте не забывают, то, что этот проект находится в работе, говорит о том, что буквально неделю назад наш глава вместе с первым заместителем Министерства благоустройства Евгением Леонидовичем Афанасьниковым был здесь. Они смотрели. Евгению Леонидовичу очень понравилась эта концепция. Он поддерживает. И, конечно же, определенные опасения есть, что контракт будет немного затянут. Может быть, мы не успеем к дню городу, как планировали. Но эта работа будет выполнена. К сожалению, в жизни нет гарантии. Доступают какие-то обстоятельства, в том числе коронавирус. Но для нашей истории, я думаю, уверен, что все закончится успешно. Красноармейск не единственный город в Московской области, где будут реализованы подобные проекты. На примере других муниципалитетов, как развивается эта ситуация? Да, действительно, по Московской области мы не единственные, кто вошли в этот проект, кто получил субсидии от области. 19 муниципальных образований. И некоторая часть уже приступила к работам. А 9 муниципальных образований вошли во вторую очередь. То есть мы получили письмо из Министерства благоустройства, в котором сообщается, что после прохождения таких этапов, как согласование концепции на рабочие группы, мы можем рассчитывать на финансирование из области. О сроках будет сообщаться отдельно. Но мы рассчитываем на то, что это будет в этом году. Конечно, хотелось бы приурочить это к Дню Городу. Конечно, хотелось бы, чтобы город получил такой подарок, чтобы жители получили такой подарок. Но будем ориентироваться на обстоятельства. Спасибо вам большое. Я думаю, что эта информация порадует наших телезрителей. Уверен, что так. И еще раз хотелось бы поблагодарить жителей, которые участвовали, активно участвовали в этой работе. И уверен, что наша центральная площадь, она станет и для нашего молодого поколения тем местом, с которым будут у них связаны самые теплые, самые хорошие воспоминания. Работу Геопак проверили. Глава Красноармейской Кирилл Тимошков посетил местное предприятие, чтобы узнать, как организована работа в условиях пандемии. Предприятие посетила и наша съемочная группа. На предприятиях промышленности Подмосковья введен новый стандарт организации работы. Все нововведения сделаны, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции. Как местные предприятия выполняют новые требования, постоянно проверяет администрация Красноармейска. На минувшей неделе сотрудники администрации посетили Геопак. Наша задача была проверить, как Геопак справляется с поставленной задачей. Мы увидели, что и директор в курсе, и сотрудники соблюдают. Везде есть информационные таблички, которые предупреждают о том, что необходимо делать, как часто мыть руки, дезинфицировать, одень маску. Также есть стюарты, которые контролируют самих работников, которые иногда могут по забывчивости не одеть маску или перчатки. На территории Геопака соблюдаются все меры безопасности, начиная с проходной. Всем посетителям предприятия замеряют температуру, выдают маски и перчатки, дезинфицируют руки. На самом производстве проводят усиленную обработку поверхностей. Здесь соблюдают социальную дистанцию и новые правила посещения столовой. В столовую мы ходим четко по организованному графику. То есть я в своей смене направляю людей по два, по три человека. У нас там социальная дистанция полтора метра. Сидим за столом по одному человеку. Одни уходят, потом я разрешаю идти другим. Могу сказать только спасибо нашему предприятию за то, что мы остались с работой. Зарплату нам платят вовремя, ничего не сократили. На предприятии Геопак работает порядка 260 человек. С начала пандемии ни один работник не был уволен или отправлен в отпуск за свой счет. Работа предприятия не останавливалась, поскольку Геопак занимается производством упаковки, необходимой продукции для обеспечения жизнедеятельности населения. Наш рынок сбыта охватывает те предприятия, которые входят в цепочку для обеспечения жизнедеятельности населения. Это пищевики, это медицинские учреждения. Поэтому у нас из-за этого часть объема осталась. Хотя, конечно, падение у нас все равно произошло. Ну и, так скажем, сейчас мы все равно ориентированы на то, чтобы, надеемся, что все это все равно рано или поздно закончится, максимально сохранить коллектив для того, чтобы в дальнейшем выйти на более высокие уровни. Ну, плюс наше руководство это понимает, и мы сейчас прилагаем все усилия на то, чтобы людей всех сохранить. Сотрудники администрации Красноармейска регулярно посещают предприятия города с проверкой того, как исполняются новые стандарты организации труда, связанные с пандемией. Этого жители ждали давно. В районе дома номер 10 по микрорайону Северному идет ремонт дороги с обустройством парковки и новых тротуаров. О том, когда завершатся работы, расскажем далее. Жильцы дома номер 10 по микрорайону Северному были вынуждены выходить из своих подъездов буквально на проезжую часть. А в этом году на участке от детского сада Родничок до бульвара Зубова пройдет ремонт автомобильного проезда. Здесь будет сделан пешеходный тротуар и расширена проезжая часть для беспрепятственного разъезда автомобилей. Также у 10-го дома по микрорайону Северному сделают парковочную зону. Работы по благоустройству уже начались. Работы мы начали 18 мая. Окончание планируется у нас 18 июня. То есть в этот срок будут все работы завершены. В этом году в Красноармейске планируют отремонтировать еще пять дорог с обустройством парковочных мест и тротуаров. Сейчас уже составлен и трехлетний план ремонта, куда входят более 15 городских дорог. Оплатить интернет-услуги «Диалог К» теперь можно с помощью приложения «Красно.Лайф». А еще там можно выиграть бонусы, которые можно использовать для оплаты. Как это сделать, расскажем далее. В мобильном приложении «Красно.Лайф» можно зарабатывать бонусы, участвуя в ежедневной викторине. Бонусами можно оплачивать товары и услуги у партнеров приложения. В данный момент вы можете списать бонусы на лицевой счет «Диалог К», то есть получить скидку на оплату интернета. Бонусы, которые будут выиграны в викторине, они накапливаются в кошельке. И данные этого кошелька можно использовать для оплаты. Участие в викторине допускается для всех зарегистрированных пользователей один раз в день. И за одну игру можно выиграть до 50 бонусов. Они начисляются из расчета 1 бонус – 1 рубль. Приложение «Красно.Лайф», созданное специально для жителей Красноармейска, доступно для скачивания в Play Market и App Store. На этом у меня все. Я с вами прощаюсь и напоминаю, что официальные группы телеканала есть во всех популярных социальных сетях. Подписывайтесь на нас, смотрите в эфире, заходите на наш сайт ТВ Красно.Ру, скачивайте приложение «Красно.Лайф» и вы всегда будете в курсе городской жизни. Продолжение следует...